Что скажете? Корея отправила солдат в Россию на войну в Украину. Мария, да, это информация, и сам президент Зеленский озвучил, и уже в западной прессе обширно пишется. Я думаю, что так оно и есть. Тут уже разговор идёт о погибших офицерах северокорейских, уже на территории Украины их обстреляли, и, в общем, погибли какое-то их количество. Вроде это подтверждённая информация. Ну, так и Путин внёс буквально вчера на ратификацию договор, подписанный с Ким Чен Иным в ходе его визита в июне в Хеньян. О взаимодействии в вопросах военных, когда, значит, на одну из стран, участник договора Кореи или Северной Кореи, или Москву, нападает внешний враг, вот они оказывают помощь, содействие и так далее. И я думаю, что в рамках именно этого соглашения северокорейские военнослужащие окажутся на территории России, они, видимо, уже оказались. Вопрос, в каком объёме и где, и на каком участке они будут употреблены. Ну, на самом деле, никаких ограничений нет. Вы же понимаете, на что уж русский человек, жизнь его ничего не стоит. А уж северокорейцы, вы понимаете, там сотен тысяч людей ничего не стоит жить. То есть, вам просто надо вдуматься. То есть, с другого конца света, с Юго-Восточной Азии, люди, которые живут в своём концлагере северокорейском, едут на другой конец света, в другой регион, в Европу, убивать украинцев. Ну, просто, ну, как бы, в безумии. А чё вы, а чё они не живут у себя там? Ну, в конце концов, воюете с Южной Кореей, да? А почему вы должны ехать убивать украинцев? Вот это уже совсем особенно. И дело не в том, в частностях, там, вот поехал один, второй или десять человек. Нет, нет, нет. Их направляет северокорейское правительство, там, власть, Минобороны, там, кто-то, сам Ким Чен-Ин, партия их, это, Чучхе, и так далее. Ну, как бы, это нонсенс ведь, если так вдуматься. Ну, украинцы же не едут убивать в другие пределы никого, там, по поручению государства. Они не едут в Северную Корею убивать корейцев. Украинцы не едут убивать иранцев. А иранцы и инструкторов вместе с оружием отправляют в Украину, чтобы убивать украинцев. Так же, как и северокорейцы. Ну, что на это надо сделать? Ну, атомную бомбу просто сбросить на Пхенен, да и всё. Я так считаю. Мне, знаете, часто говорят, вот Фегин всё время тут какие-то забиральные, что-то там про бомбы всё время, значит, там, и так далее. Ну, бот посылает, они тут своё скверт. А какой другой выход? Ну, просто мне интересно, выход-то какой? Возражения такие, что, а вот вы знаете, у Северной Кореи тоже атомная бомба, и у России атомная бомба, и у Ирана, возможно, она есть. А дальше что? Завтра они скажут, ну, хорошо, мы скушали Украину, а теперь мы хотим Европу, а теперь мы в Париже хотим срать прямо с Эйфелевой башни, прямо вот срать прямо туда вот. Везде хотим всё засрать. Вот везде. А иначе у нас атомное оружие, иначе у нас ракеты. Понятно, что я утрирую и так далее. Но именно так ведь вопрос обстоит. Вы либо подчиняетесь шантажу, либо не подчиняетесь. И демонстрируете силу, которая вообще больше не смотрит ни на что, ни на какие детали, ни на какие вообще вот эти завывания. Нет. Вы просто действуете с замахом в 10 раз, в 20, в 100 раз сильнее, бьёте на отмышь. Чтобы неповадно было другим. А если вы этого не делаете, то завтра, поверьте мне, по Африке соберётся ещё. Там же тоже режимы разные, которые в том числе и ЧВК Вагнеров присутствуют, почти в полутора десяток стран очень прочно. Ещё из каких-то мест поедут, понимаете? С Кубы какой-нибудь поедут. А что превратится жизнь в восточноевропейскую страну? Вообще Европа. Ну, то есть как бы надо определяться, уже решать, что вопрос переходит границы из национальных в глобальные, из региональных в глобальные. То есть война не только в Восточной Европе, она 7 октября год назад перекинулась на Ближний Восток. Это точно было не без участия России. Это очевидно. Сейчас уже начинают публиковать документы и так далее. Ну, оружие как минимум там свеженькое. Аж 23-го года оказалось с прошлого года, которые захвачены были Цахалом. И документы такие же, которые вот сейчас американская пресса публикует. Как это готовилось, понимаете? Они ещё, оказывается, в 22-м году хотели напасть, а не в 23-м, 7-го октября. Тоже симптоматично. Говорят, а почему в день рождения Путина? Ну, сами думайте. И вот согласовывали с Ираном, согласовывали с Хезбаллой. Кто поверит, что Москва в это не вовлекалась? Просто об этом ещё пока не сообщили. Игры ведут. Так и тут, понимаете, Северная Корея отправляет по официальному соглашению с Россией северокорейских военнослужащих в Украину. Кто может быть безумнее? И что можно трактовать иначе, кроме как глобализации конфликта до уровня мирового? Просто вот линейно вдумайтесь. И причиной всему этому, что на Ближнем Востоке, что вот теперь с Северной Кореей. И фактически это может, кстати, привести к последствиям самой Юго-Восточной Азии. Там может война начаться, кстати сказать. Ну, просто это спровоцирует. Ответные действия, ответные, ответные, а на ответные, 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 ответные и так далее. Ну, то есть между Тайванем, между Пекином, континентальным частью Китая, между Южной и Северной Кореей, Япония там вовлечется. Ну, там много линий противостояния. Ничто. Ну, что тогда? Все захотят атомную бомбу иметь. Ну, тоже я могу понять и Тайвань, и Южная Корея, и Япония захотят иметь атомную бомбу. Ну, что логично. Уже это звучит в парламенте. Вот в японском, например, нынешнее правительство, злоящего партия, уже оттуда из ее рядов звучит призыв к тому, чтобы закончить эту историю с ограничением, которое самоналожили на себя после войны в Юго-Островичной Азии, ну, Второй мировой войне, когда Япония императорская проиграла, силы обороны, так они называются в Японии. Ну, уже как-то надо переходить к другим формам милитаризации. Ну, конечно. Мир становится опаснее и опаснее. Опаснее и опаснее. Именно эти шаги ведут к эскалации, а не какие другие. Сначала устанавливают боеголовки тактические на территории Беларуси, говорят, а что такого? Потом везут вообще через 3-9 земель, там за 10 тысяч километров, северокорейских солдат границы Украины. Сейчас посмотрим, где они массово появятся. Они одиночно уже есть в Украине. Вот я уже сказал, что они погибли где-то там в Донецкой области от обстрела. Вот офицеры. Но это несколько человек. А если тысячи появятся, то что? То как? По этому отношению здесь одно, что да, все беды из Москвы. Все беды из Кремля. Именно он провоцирует все на свете. Он виновник единственных всего. Все остальное последствия. Причем неуклюже зачастую. Ну вот запас сейчас, вот Америка ведет себя предельно неуклюже, нерешительно и так далее. Байден не поехал на Рамштайн. Рамштайн перенесли на неопределенный срок. Он летит в Германию. О чем он будет разговаривать, что-то никто не знает. До чего догоряться не знает. Все ждут 5 ноября, когда ставятся в Америке выборы. И сейчас Трамп уже опережает Хайбс. Так на фоне этого вообще все можно. Можно сейчас уже наземные ядерные испытания провести Ирану. С помощью России. Показать, что у него тоже атомная бомба. И войти в клуб, держав обладающих ядерным оружием. Ну Израилю ничего не останется. Тоже провести испытания. Показать, что и у него ядерное оружие есть. А дальше что? Понимаете? Поэтому с одной стороны, ну что там корейцы? Я уверен, что потенциал северокорейских военнослужащих вообще армии, он не так высок. Не стоит его переоценить. Вот вообще не стоит. Корейцы очень отсталые. Нация, его севернокорейцы, южные. Севернокорейское руководство, севернокорейская система чешхийская, тоталитарная, коммунистическая. Армия отсталая. Не стоит питать иллюзии на этот счет. Но какая разница? Ведь прежде всего интерес к живой силе, ее пополнению. Северная Корея не маленькая страна. Это еще можно сколько народу угробить. Помимо русских, еще и северокорейцев. Уголовников, других, эмигрантов в Центральной Азии и так далее. Ну, просто никто не задумывается. Все как-то, понимаете, пасуют перед масштабом разверзшейся бездны. Ну, я имею в виду не наших зрителей, а я имею в виду международное сообщество. А вроде как, ну что, ну а как? Ну да, ну привезут. И что? И то есть матери из Украины будут направлять своих детей, защищать родину. Они же не едут в Северную Корею, убивать северокорейцев. Правильно? А к ним привозят, чтобы убивать их сыновей, каких-то вот этих малорослых. Значит, недоедающих, мучающихся голодом северных кореевцев. Бля. Я вам скажу, что-то с чем-то. Это нечто вообще. Нечто. Причем, знаете, когда еще год назад разговоры первые об этом шли, Москва так, да что вы, что вы. Да мы никогда этого не сделаем. Никогда не верьте Москве. Никогда не верьте Путину. Никогда не верьте ей в власть. Никогда. Всегда врут. Всегда убьют. Всегда обманывают. Всегда разводят. Но отвечать нужно именно так же. Меня тут попрекают. Говорят, что Фегин, он говорит, не понимает демократию. Вот он всех призывает, значит, обманывать, юлить, выкруживать и так далее. Да. С Москвой именно так. С цивилизованным миром нет. С цивилизованным миром надо соблюдать договоренность, собрать обязательства и так далее. С вурдалаками по вурдалачи. Только так. С северокорейцами в плен не брать. Я уже сказал. Вот приехал ты на чужую землю в Украину из Северной Ашкарии, не брать в плен. Я понимаю, я не командую ВСУ. Я всего лишь блогер, оппозиционер, бегу и политэмигрант. Но вот мое мнение. Плену они не нужны. Кормить их, поить, отправлять в Северную Корею не надо. Они раз приехали, все должны в этой земле и остаться. Унавозить ее. Все северокорейцы. Кого направили, все должны в этой земле и остаться. Ну, таковы правила игры. И все должны отдавать себе отчет, что никто больше не шутит. Ну, об этом никто не будет объявлять. Но, по-моему, солдаты-офицеры ВСУ сами понимают, что это такое. Дядь в их дом приезжают в Северную Корею. Давайте еще. Наполнитян привезти. Так что это беспрецедентное расширение конфликта и войны. Совершенно сознательное, на которое идет Москва. Совершенно сознательное. Ничего здесь случайного нет. Ну, и последствия будут такие же. Последствия будут такие же. Лишний раз доказывает, что вести надо войну широко. Не знаете на узком участке полоски линии фронта внутри Украины, пусть даже на тысячу километров. А широко. Везде воевать. Везде, где можно. Под водой, на земле, в космосе. В Северной Корее, в Иране. Везде воевать. Ну, слава богу, вроде проходит информация, что изольтяни все-таки нанесут удар по Ирану. Причем именно по военным объектам. Даст бог, надеюсь, что украинское и киевское руководство там своим каналам передает, ну, наверное, через спецслужбу просьбу о том, чтобы разрушены были все заводы по возможности, которые производят шахеды, которые производят баллистические ракеты, пусковые установки, снаряды, которые летят на голову украинцев. Надеюсь, израильтяне прислушаются и разобьют не в последнюю, а может, в важную очередь именно эти объекты. Хотя, конечно, для них очень важно разрушить инфраструктуру промышленную, военпромышленную по производству баллистических ракет, ну, и всего, что с ними связано. Надеюсь, что так оно и будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!